Всем добрейшего и прекраснейшего утра из солнечного Колорадо! Так, мы сегодня на Хонс Пик Лейк. У меня выходной. Ой, секунду. Муж также решил взять в связи с этим day off. И мы, недолго думая, махнули за город. Чему я несказанно рада. Так, отправляемся с мужем на небольшой хайк. Да? Небольшой. Да, я так и сказала, что небольшой. Сейчас очень-очень жарко. И плавать на пэтлбордах не совсем комфортно. Из-за такой температуры. Поэтому мы решили немножечко похайкать. А потом уже отправимся в заплыв. Вон беседки, где мы остановились. Вот вода вроде бы, ну не скажу, что чистая, но тем не менее прозрачная. Дерево можно через воду увидеть. Классно. Классно. Так. Тут ахайкай тоже. В общем, вода мне очень нравится. Возле берега прозрачная. Вон корни деревьев видно. Ой, офигенная прогулка получается. Обожаю это место. Хонспик лейк. В общем, ребят, хочу вам на самом деле рассказать парочку смешных историй. Сейчас я присяду, сделаю такой привал небольшой. Вот. Оп. Смотрите, какая красота. Вот сейчас я сяду с видом на это озеро и поведаю вам, ух ты, парочку смешных историй. Одна из них связана с моим мужем. Нет, спасибо, я сама расскажу. Мне суфлер не нужен. Так вот, ему было в районе 10 или 12, что-то такое. В общем, он еще в школе учился. Да что ж такое-то, а? Вот. И он очень мало разговаривал. Ну, во-первых, он был очень застенчивый. Кроме того, он очень плохо произносил некоторые звуки, знаете, которые и русским эмигрантам проблематично говорить. Но, понятно, у американцев с ними проблем не бывает. Ну, это вот эти вот их с, да, и прочее. Вот. И из-за этого его дети немножечко дразнили, поэтому он предпочитал помалкивать. Но поскольку он был такой стеснительный, да, его учитель там что-то спрашивает, а он иногда молчит или еще что-то. В общем, они решили, что, наверное, он немножечко, ну, как это сказать мягче, умственно отстал. И определили его в группу с детьми, ну, как здесь называется в Америке, со специальными нуждами. И я вот, когда это послушала, говорю, как вообще это могло произойти? Ну, он говорит, ну, вот так вот какая-то там воспитательница решила, что у него проблемы. Но самое прикольное началось дальше. Где-то через... Он там побыл в этом классе неделю или две, я не помню. Вот. И они как раз писали тесты по математике. И по этим тестам детей перераспределяли по группам. И вот, представляете, мой муж пишет этот тест, вот там кто-то хайкает, пишет этот тест вообще лучше всех в его возрасте. И учителя в шоке. Они когда проанализировали результат, они такие, это тот типа мальчик, которого мы определили, значит, с детьми отстающими. О, боже, какой ужас, произошла ошибка, нужно его срочно переводить в другой класс. Ну, как-то так. Ну, я говорю, ну, ладно, учителя, вот учительница ошиблась, говорю, но мама твоя как не поняла. Говорю, она что, была не в курсе, что тебя в этот класс отправили? Он говорит, ну, дело в том, что... Я, говорит, не особо разговаривал. У мамы там своих куча дел, да, у него еще сестра младшая, куча заботы. Говорит, я прихожу со школы, она, ну, как у тебя в школе дела? Он, нормально, ну и все. И понятно, мама только через сколько-то дней, через неделю только каким-то образом об этом узнала. Конечно, была в бешенстве. Вот, ну, зато после этого вот эта ситуация помогла проанализировать, да, все происходящее, почему так случилось. И выявили, что причина была именно в его стеснении из-за плохого произношения определенных звуков, да, что достаточно легко исправить было. и он ходил, ну, то, что называется, к логопеду, и очень быстро ему поставили правильную речь, он произносил эти звуки, все быстро исправилось, и жизнь, как говорится, вошла в прежнее русло. Но, как говорится, но благодаря вот этому инциденту, да, вот он провел неделю или две в классе вот такими детьми. Как-то так. Кроме того, я, вы знаете, еще спросила, ну, ладно, одна учительница ошиблась, а что, остальные не видят, но, как вы понимаете, эти детки, они ведут себя, ну, совсем по-другому. Он говорит, ну, они, конечно, тоже стали догадываться, что что-то не то, но по его поведению, по реакции, там, потом, как он там на все реагировал, все-таки он что-то тоже говорил, они стали думать, блин, тут этот паренек что-то тут делает, наверное, по ошибке. И тут пришел этот тест, который окончательно расставил все точки над «и», ну, как-то так. Ой, ну, это была одна история. Вторая история будет обо мне. Связана она, как всегда, с моим произношением английским. Так что мне тут как-то не очень сидеть. Я предлагаю немножечко пойти, и, походу, я вам дорасскажу эту историю. В общем, Связана, она, как всегда, с моим, даже не произношением я неправильно сказала, а вообще с моим английским языком. И, естественно, когда ты учишь новый язык, то твой словарный запас, ну, поначалу вообще ограничен, и его расширение происходит только со временем. Как говорится, дело наживное. Так, куда мне идти, в какую сторону забыла. Так, там солнце. Там очень красиво хотела. Там сесть на пенечек дальше. Вот, но солнце. Поэтому пойдем просто по трейлу. Так вот. Я сразу стала общаться с людьми, у которых были домашние животные. Ну, и знаете, мне как-то прилипла фраза, было понятно, о чем говорят, когда вот произносила хозяйка, о, типа, «Майдог пуп», да, мне нужно этот пуп убрать. Ну, и что такое пуп в контексте ситуации? Было и так понятно. Вот. Поэтому я это слово запомнила только в данном контексте. Но не секрет, что некоторые слова английские, они могут звучать, ну, одинаково, особенно для меня, да, как неносителя языка, но писаться по-разному. И, соответственно, по их правоописанию или в контексте ситуации, ну, вы понимаете, о чем конкретно идет речь. Так вот, со мной случился такой курьез. Приехала мама моего мужа, ну, то бишь, моя свекровь к нам. Еще мы жили в штате Вашингтон, и мы ездили на пляж. Ну, и понятно, что нагулялись там, свежий воздух, активитис, и мы очень устали. И садимся такие в машину, и вот, как сейчас помню, я на переднем сиденье, она на заднем, и вот она садится такая, ааа, вау, я тотал пупт. И вот я сижу на переднем сиденье, и так, знаете, немедленно оборачиваюсь назад, и думаю, а, серьезно? В общем, я поняла, что, ну, в общем, не в правильном контексте, и думаю, боже, она же еще не старая, вроде бы, женщина. Как это вообще могло так случиться, что, ну, извините, взрослый человек наделал себе штаны по-большому? Какой ужас! И я сижу, и я не понимаю, как мне реагировать на, как высказанное. Ну, в общем, она заметила по моей реакции, что что-то не так, или потом там раз, диалог дальше продолжился, и я поняла, вот, и они говорят, не-не-не, Виктория, это не то, о чем ты подумала. Говорит, это, ну, значит, I am very tired, я очень устала. То есть, по-другому можно сказать, I pooped, да? А я подумала совершенно другие вещи. Ну, потом мы, конечно, долго смеялись, вот, и теперь, когда она произносит эту фразу, ну, иногда потрунивает надо мной, говорит, Вика, это не то, о чем ты подумала первый раз. Вот так вот, ребят, рыбаков хочу. Бурундук полюбопытствовал, что это здесь происходит, какие-то разговоры непонятные. Проверил, что у меня нет еды, и дальше побежал по своим делам. Вот, смотрите, еще один. И дальше прямо по курсу. Не знаю, тут надо какое-то место хорошее для рыбной ловли. У нас два, три. Конечно, это замечательное место, чтобы провести время с семьей, заняться разными рода активитис, в том числе вот рыбалкой, подышать воздухом. Красота, я не знаю, слышно звуки. Какие-то тут птички тринкают. Интересно, кто это. Так, ну, коль мы уже заговорили о таких вот словах, которые звучат одинаково, но пишутся по-разному, так вот, в контексте этой ситуации можно еще сказать не только I'm tired, да, но я еще I'm toast, или I'm completely toast. Ну, и вот первый раз, когда я услышала, я тоже не совсем поняла, о чем речь, потому что до этого я знала только слово toast. В смысле, это жареный хлеб в тостере. Вот я думала, что toast – это только это. Ну, и мне, если честно, да, эти два слова пишутся по-разному, но звучат они для меня, да, абсолютно одинаково. Поэтому, когда мой муж первый раз сказал I'm toast, я очень долго соображала, что он имел в виду, ну, а потом, конечно же, разобрались. Так что, видите, английский язык – интересная штука. Вот, и как мы обсуждали с мужем, я говорю, ну, вот как ты, например, знаешь, ну, как правильно произносить слово, особенно если оно новое для тебя? Он говорит, ну, очень просто, я же это слово слышу, да, или вот ребенок растет, он слышит, как слова произносятся, автоматом запоминает это. И, соответственно, когда я, например, или любой другой неноситель языка начинает изучать английский, вот иногда и возникают такие курьезы, как, например, ты видишь слово, соответственно, ты его читаешь, ну, по буквам, как ты их выучил, а произношение, на самом деле, этого слова совсем иное. Вот для примера, это слово awesome. Если разобраться, да, то, когда его нужно написать, это же A, W, E, да, то есть, по идее, awesome, да, ну, если так. Вот, но, тем не менее, видите, никто не говорит awesome, все говорят awesome. Вот, ну, и, понятно, ребенок, который живет здесь, услышав один-два раза, что это awesome, он никогда не скажет неправильно. оп, и в домик. Скажи, круто, да? Я тоже видела андозавоты. Да, это было круто. Хочу показать, как интересно вот этот дом-бобро выглядит под водой. Вот она прозрачная. И так вот на потолборде проплываешь, и вот я рассматриваю конструкцию. Видите, бревнышки как-то крест-накрест они. вот сплетены между собой. Очень интересно. Так, так, нужно развернуться, а то меня несет. Слушайте, я никогда раньше не догадывалась, насколько это круто кататься на пэтлборде. Вот сейчас мое любимейшее время суток. Уже не жарко. Вода просто вот как стекло. и такое чувство, что ты плывешь по облакам. Ну все, я поехала, проверю своих бобров и, наверное, будем с мужем собираться ехать домой. И дальше еще. Продолжение следует...